Привет, я Оксана, и я вяжу там, где живу. Я приглашаю вас в свой новый влог. На этой неделе я планирую вязать много. Если вы смотрели мое прошлое видео, вы знаете, что я анонсировала большое количество плечевых изделий. Точнее, не только анонсировала, какие-то у меня уже на этапе завершения, какие-то на этапе активного вязания, какие-то только начаты. Но надеюсь, что на этой неделе я буду как-то периодически возвращаться только к одной, только к другой работе. Поэтому влог должен быть нескучным, интересным. Буду рассказывать вам про все эти изделия, я надеюсь. И, возможно, мы с вами еще о чем-то поговорим, потому что давно не задевала тему ремонта. Думаю, многим она интересна, ну, по крайней мере, вы говорили. У нас есть, наконец-то, одно очень важное изменение. Я вам обязательно об этом расскажу. И весна настраивает на посадку новых растений. Я думаю про уже формирование рассады какой-то небольшой зелени, которую я буду выращивать у себя. Я точно не знаю, будет ли это на этой неделе или нет, но все-таки такое солнце за окном. Хочется уже все-таки задумываться о том, какую траву, какую зелень я могу выращивать у себя в квартире. Посмотрим, подумаем. Но в любом случае это план на ближайшее время. Может быть, не в этом видео, но в каком-то ближайшем мы с вами об этом тоже поговорим. Это подключение. Хочу начать с готовой работы. И вы видите, что это готовая работа свитер-подруги, которую я вязала практически год. Сейчас конец марта. Пряжу с подругой мы покупали в апреле. Ну, понятно, что там какое-то время было на согласование самих узоров, конструкций. Потому что идея была такая очень примерная. И я вязала несколько узоров на образцах. Мы продумывали с ней вплоть до того, сшивное, не сшивное это изделие. Каким образом будет вязаться. Ну, то есть учитывая вообще весь спектр работы, то да, этот проект у меня вязался год, создавался год. Но все, он готов. Сейчас вы, правда, видите еще не постиранную версию. Точнее, частично она постирана, но еще не до конца. Давайте я чуть подробнее расскажу обо всем. Да, хотя много говорила, но не говорила о том, какое будет завершение вообще этого изделия. Это изделие связано сверху регланом. И вы видите, что тут удлиненная линия реглана, заниженная, пройма, рукав достаточно длинный. У меня подруга высокая, поэтому тут все изделие такое достаточно габаритное, большое. Задумка была такая, что будет асимметричный узор. И вы видите, что здесь действительно асимметрия. Такой же узор повторяется на спинке и тоже асимметрия. Одна часть это вот такой узор с переплетениями. Я, кстати, оставляла схему узора у меня в сообществе. Если интересует, проходите, смотрите. Где-то там в сообществе есть. То есть одна часть это переплетение, вторая часть это вот такая резинка. Она на самом деле повторяет ритм вот этих лицевых дорожек так же, как и в узоре. Поэтому я переходила, то есть это изначально было так мною задумано, да, что я переходила потом от этого узора к резинке. Ну, чтобы вот такими волнами к низу расходился узор. Вот так вот он уже дошел до резинки практически не весь, скажем так. Вы видите, вот здесь как раз переход. Это стиранное полотно, не стиранное. Дальше от этого узора я уже перешла на резинку 2х2, сократив небольшое количество петель, чтобы не сильно стягивала резинка. Понятно, что я в любом случае резинку вязала на меньшем номере спиц. Если основное полотно у меня связано на спицах 3,75, резинка на спицах 2,5. И в любом случае, конечно, полотно стягивается еще за счет убавок. Переходила потом от резинки 2х2 к резинке 1х1. Вязала 2-3 ряда полой резинкой и закрывала иголочкой. Также закрывала петли и на рукавах, и на горловине. Вы видите, что горловина вот такая. Ну, это как бы свитер, да? То есть это горловина все-таки свитера. И тут тоже обработка резинкой. И закрытие точно такое же. Здесь еще внизу я предусмотрела небольшое удлинение спинки за счет укороченных рядов. Давайте сейчас переверну. Видите, немножко вот так вот идет по спинке низ изделия. Ну, это вообще чуть-чуть. Это будет практически незаметно. Сейчас вот здесь вот полотно немножко такое стянутое. Но после стирки оно справится, и свитер такой будет более свободный. У меня подруга изначально и хотела такой, знаете, теплый свитер, чтобы в нем было тепло, комфортно. И подразумевался именно такой длинный свитер с горлом и объемный. Я, точнее, мы покупали с подругой 15 моточков пряжи Carisma. Так, я, кстати, не взяла с собой этикетку. Но, я думаю, что многие знают, это пряжа Carisma от Drops. И один моточек мы взяли вроде бы про запас. Но, посмотрите, практически все 15 мотков ушли. Вот совсем чуть-чуть у меня осталось. Соответственно, свитер весит, ну, где-то, наверное, грамм 700, да. Ну, не думаю, что 750, потому что много обрезала и кончиков, да. И закрывала тут петельки, тоже обрезала кончики. Ну, где-то, наверное, 700 грамм. То есть, все-таки такой тяжеленький свитер. Но, как вы видите, он достаточно большой. Надо взвесить, посмотреть ради интереса вообще, сколько этот свитер весит. И сейчас отправлю его в стирку. Специально не стирала, чтобы вам его показать. Не знаю, правда, как я буду фотографировать готовое изделие. Конечно же, хочется оставить на память себе фотографии. Но на мне он, конечно, сидит смешно, потому что я намного ниже своей подруги. И, соответственно, для меня это практически, знаете, платье. И вообще такая длина для невысоких девушек не очень хорошо выглядит. То есть, она у меня и не платье, и не туника, и не свитер. Но, тем не менее, не знаю, в общем, постираю. И потом подумаю, как это все сфотографировать, запечатлеть. Вот такая у меня готовая работа. Я очень этому рада. Есть все-таки еще небольшое волнение, потому что подруга этот свитер не примеряла. Не знаю, как он будет на ней сидеть. Надеюсь, что все будет хорошо. Ну и давайте поговорим с вами про те проекты, которые я планирую вязать в течение этих ближайших дней. Последним в своем видео я говорила о том, что у меня большое количество сейчас плечевых изделий, которые я хочу продвигать. Покажу вот вам этот жилет. Если вы не смотрели видео, вы его увидите первый раз. Ну, поскольку я достаточно много про него рассказывала в прошлом видео, только лишь покажу. Вот такой перед жилета у меня вяжется. Пока еще ничего не изменилось. С тех пор, как я снимала то видео, я, в общем-то, жилетом не занималась, поскольку торопилась закончить свитер, который я вам показала. Вот такой будет у меня, я считаю, что это классический жилет с ромбами, своеобразным вырезом. Вяжу его из пряжи Глинфруин от магазина Джоу Ярн. Классная пряжа. Здесь и гненок и полиамид, мне кажется, идеально подходит для жилета. Вы знаете, что я вязала шапку из этой же пряжи. Пока вязала, я решила, что надо все-таки плечевое из нее связать, потому что классная такая пряжа. Вяжу и наслаждаюсь. Она, конечно, очень сильно изменится после стирки, пока она такая немножко угловатая, я бы сказала. Потом, конечно, все разойдется, она немножко распушится и узорчики и петли станут ровнее. Напомню, что на пряжу из магазина Джоу Ярн, точнее на зимние составы пряжи сейчас достаточно большая скидка. 15%, да, то есть сейчас, поскольку нацелены все-таки на более летние составы, скидки на зимние составы. Хотя, мне кажется, из таких составов можно вязать и зимой, и летом. Обратите внимание, 15% скидка сейчас на эту пряжу. А если вы еще ведете промокод WE5, то у вас еще будет дополнительная 5% скидка. То есть скидка получится очень даже приличная. Обратите внимание на этот магазин, на пряжу. Это бобинная пряжа, регулярная бобинная пряжа. Соответственно, не будет проблем с тем, что не хватит пряжи, что же делает, да. И, соответственно, линейка цветов достаточно большая. Если я буду продвигать на этой неделе этот жилет, то, конечно, мы его еще увидим. Я очень надеюсь, что продвигать я его буду. Но сейчас свои силы я все-таки хочу направить в большей мере вот на этот проект, который у меня еще на самом-самом начале. Выглядит он вот так. Опять же, в прошлом видео я анонсировала его. Еще не показывала, но вот уже начало. У меня есть такой свитер из остатков, который многим нравится. Часто получаю отзывы о нем в комментариях. Я действительно вязала свитер из остатков, из остатков мохера. Это был свитер, связанный с рукавом погон. Вот это стойчка воротника. То есть я с нее как раз и начинаю. Соответственно, вяжется сверху, да. И я сейчас делаю уроки по совместнику для этого свитера, потому что в моей закрытой группе мы с девочкой будем вязать вместе. Быстренько, опять же, скажу про свою закрытую группу. У меня есть группа в Телеграм. Она платная, действует по методу подписки. 200 рублей стоит в месяц. Вы туда заходите, получаете и уроки по совместнику, который в данный момент существует и который сейчас идет. Да, вот в данный момент будет совместник по такому свитеру. Ну и все остальные совместники, которые были до этого, материалы там все сохранились, они там есть. И вы не обязательно должны вязать именно этот свитер. Вы можете вязать что-то другое. Там есть кардиган, там есть свитер джемпер с аранами, там есть топ, носки, перчатки, в общем, все что угодно. Но сейчас вот мы начинаем с девочками вязать еще один. То есть для меня это еще один. Девочки будут первые вязать свой такой свитер из махера. И я также буду его вязать полосками. За основу я беру вот такой темно-синий махер. Это махер от мисони. И к нему буду добавлять уже другие моточки махера, что у меня осталось в остатках. Вот вы уже видите, что здесь у меня идет переход от одной полосы к другой. Это может быть не особенно сильно видно. Но вот здесь было сочетание синего махера с нежно-нежно-сиреневым. И вот сейчас я перешла на такое сочетание с серым. Давайте покажу те остатки, которые я набрала. Правда, это не все. У меня тут лежат те, которые я буду использовать, наверное, в ближайшее время. Хотя их много. Вот то, что я вам показываю, конечно, тут у меня останется очень много этих остатков еще. Потому что на мой тот свитер потребовалось 200 грамм. И понятно, что тут уже вот это уже 100 грамм получается. Ну и плюс синего вот этого у меня 95 грамм. Конечно, я все это не извяжу. У меня еще там есть кое-какие остаточки. Вот, кстати, сиреневая, о которой я говорила. Вот у меня был маленький-маленький остаточек, который я опустила вот сюда. Вот это серый тоже был остаток от другого моточка. То есть это вообще целые моточки у меня. Вот такой моток от Лана Гата. Это Махер на шелке, Силк Махер. И вот эти два моточка это Ализе Китройл. Тут вы видите уже небольшой остаток. Ну, хотя его тут надолго еще хватит, намного. А вот этот моток практически целый. Я тут, ну, совсем чуть-чуть от этого моточка брала. На шею, ну, на горло точнее, и то, что будет на ключицах, я буду стараться брать более мягкий Махер. Вот этот несколько покалывает. Поэтому, наверное, я его пущу на рукава. А вот то, что касается горла, ключицы, да, вот эти самые чувствительные зоны тела. Для этого я использую более мягкий Махерчик. Вот как раз Китсилк и вот Лана Гата. Они очень приятные Махерчики. Поэтому, наверное, вот пока буду с ними работать. Потому что они все-таки, я думаю, что не будут покалывать кожу. Все-таки вот этот мне Махер больше нравится, чем вот этот Лана Гата. Даже в моточке я чувствую, что вот этот помягче. Ну, сейчас вот вы видите, как это все выглядит. Очень красиво получается. Махер пушистенький. Красивое сочетание даже с таким темно-синим. Хотя он активный такой цвет. И да, сегодня у меня в планах связать вот этот воротник. Он будет где-то 20 сантиметров в высоту. И потом уже переходить на погон и на вывязывание ростка. Потому что сегодня я планирую создать уроки для девочек. Ну, начать писать уроки для девочек. Чтобы мы с ними в ближайшее время уже начали работать. Пока они вяжут образцы. Пока я уже дала им задачу. Пока подбирают пряжу, вяжут образцы. Мы обсуждаем с ними Махерчики и варианты образцов. Кто-то вяжет, кстати, в одну нить. Это тоже совершенно спокойно. То описание, которое я буду давать, можно использовать. Кто-то берет тонкую шерсть. Но я также пока вяжу. Точнее, не пока. Но выбрала для повтора этого изделия Махер. Вот такие у меня сейчас проекты. Которые я буду продвигать в ближайшее время. Такая у меня задача на ближайшие дни. И надеюсь, что порадую вас продвижением этих проектов. Хотела вам показать, чем занято мое воскресенье. Я вяжу свой свитер, который я вам показываю из Махера. И учусь. Смотрите, у меня сегодня прекрасная учеба вместе с Дашей. Изучаем сегодня выточки. Я считаю, что в вязании нет предела совершенствования. И вот я сейчас задалась темой. Улучшать посадки изделий по фигуре. И вот как раз вебинар Даши. Я надеюсь, в этом мне поможет. Поэтому слушаю ее внимательно. И вяжу вот такое у меня воскресенье. Вы знаете, снимала прошлый эпизод. Эпизодик маленький для этого влога. Совсем недавно. Пару дней назад. Но уже не помню, о чем с вами там разговаривала. И что показывала. Вроде бы я вам уже показала. Показала, да, начало этого свитера. Который я вяжу в погонах. Или показывала только пряжу. Ну, вроде показывала. Поэтому вот уже вы видите, как продвигается мой этот свитерочек. Я уже отвязала всю длину погона. Сейчас будет прибавление на рукавах. Параллельно записываю уроки девочкам в закрытой группе. Вообще вяжется все очень быстро. Но понятно, что тут гладь. Здесь спицы номер 4. Не знаю, мне кажется, что вот это можно было бы. Вообще за день связать. Но вяжу, понятно, я не целыми днями. Да, все время отвлекаюсь. Даю уроки. Записываю, да. И монтаж, и запись. Это то еще время. Вот, кстати, тоже у меня здесь лежит образец. Снимала тоже, как делать прибавки на погон. Сложность иногда бывает с прибавками, потому что все привыкли вязать. Ну, не все, да. Многие, кто привык к реглану, привыкли, что прибавки, они там в втором, в третьем, в четвертом ряду. А здесь прибавки должны быть в каждом ряду. И если вы вывязываете росток, точнее, когда вы вязываете росток, да, еще и в изнаночных рядах. Я надеюсь, что этот ролик я опубликую и в ютубе в общем доступе. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы вам показать намного больше продвижения по этому свитеру. Но пока так, потому что вот параллельно много-много работы делаю, ну, по ходу вязания. Хотела вам еще показать такую одну особенность. Ну, как особенность? Не то чтобы особенность, просто хотела с вами поговорить про колорит. Посмотрите, какой получается свитер немного графичный, может быть, даже монохромный, да. Несмотря на то, что я набрала вроде бы разные цвета, но все цвета более-менее такие близкие по колориту. Понятно, что поскольку я беру вот этот основной синий цвет, к нему далеко не все подходит. Я, по-моему, даже показывала остаток красного махера или не показывала, уже не помню. И, конечно, вот далеко не каждый цвет сюда подойдет. Ну, и у меня, соответственно, не так много разных цветов. И вот хотела сравнить с оригинальным, скажем так, свитером, который первый у меня был связан. И здесь я уже брала за основу именно черную нить. И к черной нити, конечно, подходит намного больше разных цветов. Здесь у меня и розовый, и зеленый. Вы видите, да, и голубой, и какой-то такой вот изумрудный цвет. Вот это синий. Ну, посмотрите, да, какое здесь разнообразие цветов. И какое вот здесь вот. Извините, у меня тут стол что-то, видимо, скрипит. Я надеюсь, что вы его не особенно слышите. И вот здесь такой более монохромный вариант. Но мне кажется, что в этом тоже что-то есть. Да, вы видите, что я сейчас уже сменила четвертый цвет. Вот у меня сейчас такой вот голубенький. И в сочетании с синим он тоже очень красиво смотрится. Это вот этот вот бежевый. Вот это серый. И вот здесь он у вас почему-то немножко розоватым выглядит. Вообще, это сиреневый цвет вот такой. Смотрите, да, как совсем по-другому выглядят цвета. В сочетании с таким ярким синим. Я, видимо, настолько устала от узоров. Ну как, не совсем устала, но тем не менее, гладь у меня очень даже хорошо сейчас идет. С удовольствием вяжу. Очень мне нравится этот проект. Может быть, просто потому, что я люблю. Махер, не знаю. Но от узоров, конечно, я тоже не отказалась. Но я думаю, что вы предполагаете, что я вам сейчас покажу. И это мой жилет. Он выглядит вот так. Не особенно он продвинулся. Но вы уже видите вот такие вот ромбы. А я планировала связать три ромба. И после этого начинать V-образную горловину. Но у меня все-таки была задумка сделать жилет такой немного укороченный, чтобы надевать его на рубашку, чтобы рубашка внизу не выставлялась. И вот я сейчас довязываю второй ромб и понимаю, что как-то не знаю, как будто он уже не такой уж и короткий получается. Если вязать третий ромб, то он будет уже достаточно длинный. А два ромба как-то напереди мне бы не хотелось. Как будто вот либо один, либо три. Может быть, надо было начинать вот отсюда вязать. Ну, то есть как бы не из уголка ромба, а вот с этой серединки, потом один ромб и потом опять серединку. Тогда бы смотрелось неплохо. А вот сейчас два ромба не то, не сё. Ну, перевязывать я вряд ли буду, пока оставила так. Может быть, просто этот жилет сделаю чуть длиннее, чем я планировала. Потому что это все-таки такой немножко экспромт. Я вяжу и тестирую вообще такой вариант. Я жилеты вязала крайне редко. Поэтому, знаете, у меня тут такой поток мысли, стопроцентное творчество. Поэтому себя ни в чем не ограничиваю. Как идет, так идет. И если у меня вдруг жилет окажется не укороченный, а немного длинненький, я думаю, что я тоже найду ему применение. В общем, точных прогнозов нет. Меня уже даже спрашивали, какой будет расход на жилет. Не могу пока сказать, потому что, видите, я еще сама не определилась, даже насколько он был длинный или короткий. Вот такие мои вязальные продвижения. Проекты вяжутся просто с удовольствием. И несмотря на то, что на улице как-то очень у нас потеплело неожиданно. Действительно, очень тепло. Снег просто сошел очень быстро. Сейчас, правда, такая пылища на улице. Просто кошмар. Но весна стопроцентная. Очень тепло. И, конечно, уже такое ощущение, что такие проекты шерстяные не совсем скоро будут актуальны. Но все-таки у нас весна такая непредсказуемая. Я прекрасно понимаю, что в ближайший момент может и снег пойти. Но давайте еще немножко поговорим про весну. И, может быть, про ту тему, которая многих заинтересует. А если нет, я постараюсь кратко про нее сказать. Вы видите, что я тут накупила. Кто следит за мной давно, вы знаете, что я на балконе часто выращиваю всякую зеленушку. Даже помидоры выращивала. А в этот раз мне повезло. У меня вполне возможно появится маленький кусочек земли, где я смогу оторваться. Пока точно не знаю. Но видите, что по набору семян, которые вы сейчас видите, далеко не все эти культуры можно выращивать на балконе. Вышло неожиданно солнце такое яркое. Но я надеюсь, что оно нам только поможет, чтобы поговорить про рассаду. Да, почему-то мне захотелось повыращивать, попробовать патиссоны. Посмотрите, какие они смешные. Ну, вот эти-то обычные. Правда, они какие-то не с явно выраженными такими, не знаю, как это называется, ушками, что ли. Вот, посмотрите, какой патиссон. Вот у меня есть еще базилик. Но его я как раз, наверное, буду выращивать на балконе. А вот это для меня новые такие сорта. Кстати, из зеленушки еще хотела розмарин. И уже почти купила семена. Но потом стала читать и узнала, что розмарин оказывается только на второй год. Можно есть. Ну, не то, чтобы можно. Но едят его на второй год. Поэтому розмарин не купила. Ну, наверное, зеленушек, что-то еще подберу. Просто вот купила именно такой базилик. Потому что его, знаете, можно выращивать как красивое растение, которое будет стоять на кухне, украшать интерьер, скажем так, да, еще отщипывать. Правда, вот такой фиолетовый базилик у меня не всегда хорошо растет. У меня как-то зеленый обычно лучше прорастает. Ну, буду экспериментировать, ничего страшного. И вот такие две культуры. Это сельдерей черенковый. Ну, я думаю, что все знают, что иногда бывает, что едят корень сельдерея. Иногда сельдерей выращивают для зелени, как петрушку. А вот это именно черенки. Ни разу не выращивала. Не знаю вообще, что из этого выйдет. И вырастет ли что-то вообще. И лук порей вот решила попробовать. Вот так он выглядит. В общем, все эти культуры, ну, кроме базилика, хотя базилик тоже вот фиолетовый, не очень люблю выращивать. Так что все это, в общем-то, такой эксперимент. Еще пока точно не прочитала, как чего, где нужно рассаду. По-моему, вот у патиссонов даже рассаду не надо делать. Ну, почитаю, посмотрю. Вот, и если хотите, я буду держать вас в курсе. И еще меня почему-то часто спрашивают про растения. Хотя я не могу сказать, что я такой прям, знаете, специалист в этом. У меня вообще все растет, знаете, на честном слове. Я по интуиции все сажаю. Ну, благо, очень многое растет. Показывала вам недавно. Ну, как недавно? Наверное, уже месяц назад. Фикусы, которые я обкромсала. Они, кстати, у меня прекрасно растут. И вот пару веточек я поставила водичку, чтобы у меня они дали корешки. Вот, посмотрите, мне какой дал уже корень. Уже начал расти один из фикусов. Я его никак не могу посадить. Почему вам это показываю? Чтобы вы надо мной посмеялись, как я сегодня сама над собой посмеялась. Заказывала горшочек на Валберес для того, чтобы посадить вот этот вот как раз фикус. Хотела заказать небольшой горшочек, чтобы было не так много земли, да, чтобы он прорастал. Знаете, какой небольшой горшочек я заказала? Вот такой маленький. Вот мой небольшой горшочек. Давайте откроем. Мне кажется, что это не небольшой. Это какой-то вообще крошечный. Крошечный горшок. Вот так. Вот такой вот. У меня вообще какие-то проблемы периодически с горшками и с литражом, скажем так, горшочков. По-моему, как раз, когда рассказывала вам про фикусы, про пересадку, я там тоже, как это сказать, ошиблась, да, с горшками. Я заказала тоже меньше, чем планировала по объему. Мне всегда казалось, что 5-литровые горшки, по крайней мере, я до этого покупала. Мне казалось, что они такие большие. Оказывается, что они такие уж и небольшие, так, больших фикусов. Вот. А сейчас тоже. Вот, посмотрите. А я еще такая удивилась. Думаю, почему написано, что это горшок для суккулентов и кактусов. Думаю, нормально же будет фикус в нем себя чувствовать. Но он, может быть, конечно, и будет себя нормально чувствовать в ближайшие месяцы. Потом его надо будет пересаживать. Зато посмотрите, какая композиция будет красивая. Может быть, из него еще сделать какой-нибудь бонсай, и все будет прекрасно. Потому что, кстати, для бонсаев мало нужно земли. Но бонсаев все-таки формируют уже после того, как фикус более-менее прорастет. Ну, в общем, наверное, я все равно этот бедный, несчастный фикус туда посажу. Потому что, видите, ему уже, мне кажется, очень-очень нехорошо в водичке. Ну, и что? И будет у меня красивая композиция для фотографий. Все такое красивенькое, миниатюрное. Потому что у меня вечная проблема в том, что, знаете, когда фотографирую, что горшок какая-то, только одна треть этого горшка влезает. То листики как-то странно у растений торчат из этого горшка. А тут, может быть, все будет прекрасное и красиво. Вот такой вот вам минуточка зеленушечки. Да, у вас, вы видите, даже жилет тут. Вот эту тему поддерживает. Тему весны и первоцветов, и первой зелени. И вот с таким настроем на весну продолжаем вязать. Выращиваем рассаду. Если вы тоже болеете этой темой, выращиваете там на балконе. И не только на балконе. Обязательно пишите, какие культуры вы выращиваете. Какой раз меня больше интересует именно балкон. Потому что, может быть, в этом сезоне я тоже не брошу эту свою привычку. Проблема, конечно, в том, что у меня здесь нет горшков. У меня, конечно, большое количество и горшков, и специальных этажерок для того, чтобы выращивать всю эту зеленушку. Тут мне, наверное, придется покупать все. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, решу как-то по-другому этот вопрос. Но пока так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. В последнее время редко говорю про ремонт. Но ремонт у нас тихонечко двигается. Вот вы видите уже дверь купе. В прихожей была такая ниша для шкафа. Долго думали, что делать. Точнее, шкаф купе тут напрашивался. Ну, поскольку здесь были подвесные потолки. Не знали сначала, как прикрепить вот эти вот направляющие для дверей. Но оказалось, что можно было, ну, можно там поставить специальную деревянную направляющую. То есть мы специально тут мастера вызвали. Все нам сделали. И вот теперь сделали двери купе. Такие вот светленькие. Сначала думали про дерево. Ну, фактуру, текстуру дерева сделать. Как вот на двери или вот панелях, да. Которые окружают. Но точь-в-точь не подобрать. Тут и так уже два цвета, да. Вот этой древесины. Поэтому подобрали под шкафы, которые вот у нас здесь тоже стоят. Это от кухонного гарнитура. Сейчас не очень видно цвета, да. Тут включен свет, что они примерно одного цвета. В общем, все хорошо. Вот. Пока выбрали одно такое зеркало. Ну, то есть решили сделать только одно зеркало. Не все три зеркала. Но пока грязное. Потому что вот только-только мастера ушли. Я очень рада тому, что я смогу фотографировать свои вязаные изделия в полный рост. Вот в этом зеркале. Боялась, что будет темно. На ней достаточно светло. Здесь освещается и от окна в кухне. И вот искусственный свет. Что касается наполнения внутри. Убрали сейчас пока полки, да. Пока мастера тут делали. Ну, вот видите. Тут такие вот полочки. То есть тут прям как гардероб. Вот здесь полки тоже будут, конечно. Эти, кстати, полки заказывали в Леруа Мерлен. Показалось, что и по цене, и по качеству они, в общем, неплохие. И мы даже сравнивали тут с местными магазинами. В общем, вот наполнение вот этих полок, вот эти направляющие в Леруа Мерлен были дешевле. Что касается дверей, тут заказывали в частной фирме. Ну, такой небольшой фирме, которая уже в городской. Вот, в общем. Наконец-то у нас есть полки. Наконец-то мы сейчас всю одежду перенесем сюда. Потому что все это лежит как-то непонятно как. И, в общем, я этому невероятно рада. Правда, на это, конечно, нужно выделить время. Ну, все. Все, глобальный момент выполнен. Как-то долго мы думали, что делать с этим шкафом. А, в общем-то, оказалось все намного проще, чем мы думали. Думали тут и потолки снимать. И, в общем, много разных было вариантов. Но нет. Все прекрасно, все хорошо. И я надеюсь, что будет служить долго. И давайте подведем итоги этого недельного влога. Я обещала вам, что буду вязать много. Много ли я связала или нет. Судить, конечно, вам всегда хочется больше связать. Но, тем не менее, я сейчас вам покажу даже две готовые работы. Правда, одна, конечно, совсем смешная. А вторую вы видели. Но, тем не менее, давайте мы с одной большой глобальной работы и начнем. Вот так выглядит свитер. Не знаю, попадает ли он в кадр или нет. Да, свитер готов. Вот такой он большой, красивый получился. Очень хочу сделать фотографии. Может быть, даже сейчас получится. Но предупреждаю, что это совсем свитер не для меня, не для моей фигуры. Но даже несмотря на то, что свитер вязался для более высокой девушки, я когда его примеряла, еще до стирки, я понимала, что я хочу такой же уютный, большой, теплый свитер. И несмотря на то, что уже сейчас весна, я думаю, что она успеет им воспользоваться и весной, и может быть, даже летом. Знаете, лето тоже разное бывает. И, кстати говоря, вместе с этим свитером еще будут некоторые подарочки моей подруге, точнее ее семье. Так, я сразу беру, потому что сразу покажу вам еще одну готовую работу. И это готовая работа. Вот такие милые маленькие-маленькие носочки. Они еще, правда, влажные, потому что связала эти носочки. Я вчера, вчера же постирала, за ночь они еще не высохли, они немного влажные, поэтому так буду аккуратненько показывать. И эти носочки вы, возможно, узнаете по вот таким носкам, точнее пряжу для этих носков. Да, вы видите, что это взрослые носки из той же самой пряжи. Да, это пряжа опал, и из этой пряжи я вязала носки. Изначально говорила, что это будут носки для подруги, у которой 39 размер. И вот это та самая подруга, для которой я вязала свитер. Она высокая, соответственно, и нога у нее достаточно большая. И у меня осталось 22 грамма от моточка опала. И я сразу понимала, что я буду вязать еще одни маленькие носочки для ее маленькой дочки, чтобы был такой феймили-лук. Но знаете, как всегда бывает, думаешь, ай, да ладно, эти носки, я свяжу их за 5 минут, и никак не могла к ним приступить. Ну вот, наконец, я понимаю, что надо уже отдавать свитер. Я буду дарить сразу эти носочки. Ну и, соответственно, надо же сразу и маленькие подарить. И вот я вчера поторопилась, быстренько связала вот такие носки, которые будут в подарок, в комплект к свитеру. И еще одни носки. И это тоже все той же самой семье моих высоких друзей. Высокая моя подружка. И муж у нее тоже высокий, у которого размер ноги 45-46. И вы знаете, что я вот такие носочки вязала в игре Random Socks. Вязала изначально на другой размер, на размер 42. Но по ходу вязания, да, носки получились достаточно большими. И вот, мне кажется, эти носки ему прекрасно подойдут. Единственное, меня немного смущает ширина самих носков. Я их делала не слишком широкие изначально, да, предполагаю, что это будет меньший размер. Ну, в общем, посмотрим. Все-таки носки тянутся. И я не люблю, когда они совсем рыхло, скажем так, сидят на ноге. В общем, в любом случае, пряжа ручного окрашения, натуральными красителями и носки, в общем-то, такие базовые получились. Мне кажется, что ему они должны понравиться. Главное, чтобы они ему на ногу налезли. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. И вот такой у меня большой вязаный подарок-заказ получился для этой семьи. И, кстати, те, кто волновался за то, что как так можно подруге долго вязать свитер. И не повредит ли это вашей дружбе? Нет, конечно, не повредит. Все-таки мне кажется, что дружба, она складывается из взаимопонимания. И в то же время от того, что хочется для подруги сделать максимально качественную, хорошую вещь. И подруга моя ждала и понимала все мои муки творчества. А я в то же время старалась создать для нее классное изделие, которое она будет носить. Я очень надеюсь. И, кстати, моя же эта подруга, когда я сказала, что довязывала свитер, заказала мне еще манишку. Так что да, наша дружба продолжается, несмотря ни на что. И такие мелочи ни в коем случае не могут нашу дружбу разрушить. Что же еще вязала? Кстати, я не сказала, что вес свитера получился 730 грамм, как я и думала. Потому что от моточка последнего, 15-го, у меня осталось совсем чуть-чуть. Да, 730 грамм. Достаточно тяжелый свитерочек. Но он и большой, и теплый. Поэтому ему положено. Что касается проекта вот этого из Махера. По-моему, я ни капельки его не продвинула с тех пор, как я его показывала вам. Поскольку была как раз занята уже уроками, описанием для девочек, которые у меня в совместной группе. Девочки уже начали вязать. Мы там с ними советуемся по поводу пряжи, по расцветкам, по тому, как укладывать полоски. В общем, интересный процесс. Сейчас самое-самое творчество на этапе подбора пряжи. Кто-то вяжет из ангорки, кто-то из шерсти, кто-то из махера, кто-то из разных, абсолютно разных составов. Поэтому интересно действительно подбирать пряжу. И поскольку изначально у меня этот свитер вязался из остатков, действительно многие девочки тоже достают свои остатки и думают, как их сочетать вот в таком варианте. Мне кажется, что это прекрасный вариант для остатков как раз-таки, потому что гладь, потому что здесь можно в любой момент добавить какую-то еще ниточку. И вот эти полоски, они наоборот будут играть очень хорошую роль. Что еще я продвигала в это время? Да, давайте вернемся к жилету. Жилет. Достану сначала вот эту деталь, деталь переда. Хотя она может быть и спинкой в итоге. По-моему, тоже я не особенно ее продвинула. И говорила вам о том, что начала сомневаться по поводу длины самого жилета. Когда начинать делать проймы для рукава. Я планирую делать очень глубокие проймы для рукава. И возможно они даже у меня будут начинаться раньше, чем V-образный воротник. Но поскольку я пока не решила точно и наверняка, я решила начать вторую деталь. Поскольку они будут примерно одинаковые, будут отличаться лишь проймы на горловине, я совершенно спокойно могу также вязать вторую детальку до пройм рукава. Когда я уже определюсь, какая у меня будет по глубине пройма рукава и вообще какая будет длина детальки. В общем-то, по крайней мере, я могу довязать до того момента, докуда довязана первая деталь. Вот вы видите, еще совсем самое начало здесь резинка. И провязано буквально, наверное, рядов 5 от основного узора. Но тем не менее, проект движется. И когда я решу вот такие основные ключевые моменты по поводу того, какая будет длина изделия, какая глубина пройм, мне кажется, что уже останется самое-самое простое. Довязать детали. Ну и самое сложное, это обработка горловины и обработка пройм рукавов. Но об этом я вам, конечно, тоже расскажу. Потому что я думаю, что я даже рукава буду обрабатывать кетлевкой. Ну, посмотрим. Пока точно не знаю. Потому что хочется, чтобы вот этот вот жилет смотрелся максимально, знаете, так качественно. Потому что, несмотря на то, что жилеты, они вроде бы такие простые изделия, у них много вот этих пройм, которые бросаются в глаза, и горловина, и пройма рукава, да, особенно если она будет большая, широкая, она будет на себя брать внимание много. И хочется сделать все максимально качественно. Ну, посмотрим. Может быть, я и не буду мучиться с кетлевкой. Может быть, другой вариант для обработки рукава буду использовать. И поскольку сегодня уже 30 марта, вряд ли я закончу какое-то еще изделие за завтрашний день, я хочу подвести итоги марта. И уже заранее знаю, что это будет меня невероятно радовать. Потому что я как раз сейчас записывала последние вот граммовки изделий, которые я связала. Носочки, которые весят 22 грамма. Свитер, который весит 730 грамм. Я также связала перчатки, которые весят 35 грамм. И две пары носков по 60 грамм. И, знаете, в этом месяце у меня не появилось ни одного грамма новой пряжи. Я не помню, когда было такое в последний раз. Потому что, ну, 100 граммов какой-нибудь носочки у меня постоянно попадалось. Да, вот я смотрю, везде где-то есть какой-то приход. А тут 5 готовых работ. Да, 5, конечно, 4 из которых маленькие. Особенно вот эти детские носочки и перчатки, которые весят всего 35 граммов. Но одна глобальная работа. И она, конечно, сразу делает классную статистику. Но даже при этом, смотрите, связано 5 изделий. Из них одна большая работа свитер. И я использовала всего 907 грамм. Ну, 910, да, условно. Почему говорю всего? Потому что я понимаю, что мы часто покупаем пряжу килограммами. Ну, вроде упаковка одной пряжи, упаковка другой. Или две бобинки там. И получается, что мы действительно покупаем за раз обычный килограмм. Особенно, если доставка вроде ради трех моточков. Странно эту доставку оплачивать. И действительно, бывают такие вот большие приходы. Даже небольшие, вроде средние приходы пряжи. И они обычно больше килограмма. А тут, несмотря на то, что я довязала большую глобальную вещь. Все равно я потратила 910 грамм, меньше килограмма. Вот, я все больше и больше прихожу к выводу того, о том, что мы действительно покупаем чаще пряжу больше, чем мы ее тратим. Конечно, есть те, кто вяжет намного быстрее и намного больше за месяц, чем я. И тут вообще нет никаких вопросов. И я действительно понимаю, что некоторые вязальщицы закупаются прям чуть ли не оптом в магазинах пряжи. Их основная работа, да, там, или продавать эти изделия, они вяжут очень быстро. Тут вопросов вообще нет. Но, наверное, для рядовых вязальщиц действительно вот этот какой-то такой средний процент извязывания своих запасов или новой пряжи, он всегда получается меньше, чем мы пряжи покупаем. Я ни в коем случае не призываю вас меньше покупать пряжу. Покупайте пряжу, радуйте себя, если это вам доставляет удовольствие, если это вас не смущает, если вы радуетесь своим запасом, обязательно, обязательно покупайте пряжу, радуйте себя. Я лишь говорю о себе, я лишь говорю о том, что у меня действительно так много классной пряжи, что мне жалко, что она стоит на полках и мне хочется ее использовать. Поэтому я подвожу такие итоги, ни в коем случае не заставляю вас тем же самым заниматься, ни в коем случае не говорю, что запасы пряжи это плохо, ни в коем случае не говорю о том, что покупка пряжи это плохо. Нет, это прекрасно, особенно если вызывают у вас улыбку. Поэтому вот на такой позитивной ноте, я считаю, что это супер позитивная нота, мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что ненадолго, надеюсь, что встретимся совсем скоро, и я расскажу вам не только про вязание, но и про что-нибудь еще, если вам будет интересно, обязательно напишите, какие темы вы бы хотели, чтобы я осветила для вас. И еще маленький спойлер, у меня предстоит небольшое путешествие в Казань, точнее не путешествие, а поездка. И если вы в Казани живете, обязательно напишите, может быть, мы устроим какую-то встречу, скорее всего, это будет совсем небольшая встреча, буквально завтрак. Но тем не менее, постараюсь организовать ее выходной день, чтобы все смогли прийти, те, кто хочет, конечно, прийти. Буду ждать жителей Казани в комментариях, ну и не только жителей Казани, конечно, может быть, и Татарстана, и вообще всего мира. Если вы хотите мне что-то сказать, если хотите поделиться своими эмоциями, хотите поделиться тем, что вяжете вы сейчас и какие у вас планы на апрель, вы знаете, что я очень рада и очень люблю общаться с вами в комментариях. Очень рада вашим пальчикам вверх, потому что они все-таки показывают, что все я делаю не зря, на запись видео, монтаж уходит большое количество времени, и такие маленькие значочки, пальчики вверх от вас, это вот такие, вот знаете, плюсики, и маленькие спасибо за то, что я не зря посидела и помучилась с монтажом, который не всегда приятен в работе. На этом буду прощаться с вами, спасибо, что были со мной, рада, что провели это время со мной, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok